Всем добрый день! Сегодня мы в городе Краснодаре. Вот смотрите, лак. Красиво. Ну, почему Буковка-Я спросите? Потому что? А? Талипа? Да, пахнет вкусно. Трамвайчики тут ездят. А мы с Анжеликой прогуляемся по городу Краснодару, конкретно по улице Захарова. Посмотрим, что тут да как. Сам Краснодар город большой. Я бы сказал не то, что неоднородный, а разный. Он такой разный-разный. Есть райончики вот с такими вот домиками двух-трехэтажными. Есть с пятиэтажными, чем-то мне напоминают город Грозный. Я не знаю, почему улицы Асламбека-Шерипова по ним не вспоминаются. Скажу вам так, что многие из вас были в Краснодаре на улице Захарова. Ну, во всяком случае, все те, кто ездил на электричке, либо на поезде на море, когда вы едете в Сочи, в Лазовское, вот по этому полотну вы проезжаете в вагончиках и смотрите на улицу Захарова. Я сам много раз так делал, но как-то никак не мог догадаться, что рано или поздно вот буду прогуливаться по этой улице. Типа с тех пор вот прошло... Точнее, не прошло много времени, а теперь частенько гуляем тут. В Краснодаре сегодня пасмурно, мы одеты не по моде, но, наверное, на нас смотрят, как на не очень таких вот... Да, я говорю, что мы не по моде одеты. Я в шортах, в футболке, люди в куртках, в штанах. Выехали из Лазовска, там тепло. Тут с утреса было 17, сейчас не знаю сколько. Ну, да, я так думаю, не намного. Какие-то улицы затопило сегодня. Какие-то улицы... А, ну там в центре, да, там есть у нас ряд улиц в Краснодаре. Которых плавают. Знакомое название Озон, он сейчас везде. А мы просто гуляем, смотрим по сторонам. Я знаю, там есть парк, может быть, до туда вот дойдем. Я вот не знаю. Нет, я его тогда еще не снимал, когда... Как-то я там прогуливался, но не снимал. Парикмахерские. Появились эти объекты не так давно. Я имею в виду коммерческие. Видимо, люди покупают квартиры на первых этажах и делают бизнес. Холодно ли тебе, краснодевица? Ей холодно. А мне нормально. Хорошо, что плачет. Не разрешает ее показывать в плаще. Ладно. Пойдемте дальше. Не буду показывать. Плитка, как в Лазовском в 80-х годах. У нас тоже такое было полным-полно. Вот не так давно ее поубирали. Сеть фирменных магазинов Каллория. А здесь вот в нормальное время года, я имею в виду в нормальную погоду, такой рыночек небольшой. Здесь народ привозит сельскохозяйственную продукцию. Я не знаю, откуда привозят. Ну, такая, я знаю, что это домашнего производства. Либо какие-нибудь полупроизводства, бог его знает. Я не знаю, откуда. Но факт в том, что здесь всегда все намного-намного дешевле. По сравнению с Лазовским, так вообще прям халява. Халява. Можно даже сказать даром. Завод имени Седина. Липы, мипы кругом. Все тут упахнут. Тут уже частные лампочки. Даже кресло есть. Зеркала. Анжелика пошла проверять, что там. Что-то в магазинах продают. Все, передумала. Ах, я думал, это все-таки поезд. Нет, это трамвайчик. Капится. Кстати, электрички тоже здесь проезжают. Очень зеленый, красивый такой микрорайончик. И все смотрят на меня и смотрят. Чего же он такой дебил? Там в футболки ходит. Ты посмотри. Погода какая. А он в футболке не я один в футболке хожу. Такое впечатление, что у нас осень наступила. Так она догоняет. Дома, постройки, я не знаю, наверное, 50-х годов каких-нибудь таких вот. Все зеленое. Красивое. И, наверное, тут народ пьет чай. Липового очень много. Здесь несколько монотонно получается картинка. Ну, что делать, как говорится. Из песни слов. Не будем выкидывать. Таких маленьких вроде бы, вроде бы, этих стареньких домиков. Такие тачки, я вам скажу, стоят, что прям обзавидуются. Там всякие мерседесы модные, красивые. Очки, линзы, аксессуары. Это мне сюда вот надо. Еще и коррекция зрения. Захарова, 31. Судя по всему, до парка очень далеко. Я как-то не подрассчитал. Станкостроительный завод. Сидим. Заправочка Лукойл. Да, я сегодня уже бывал на Лукойле. Там вон какая-то улочка. А, я понял, куда улочка. Кстати, по вот этой улочке туда, чуть-чуть туда проехать. Можно выехать на Кубану набережную. Красивейший район с современными красивыми домами. Прямо на берегу реки Кубань. Высотки там всякие. Кафешки, ресторанчики, все такое. Все тут есть, как говорится. Догоняй, догоняй. Асквер где-то там вот. Сейчас мы туда и прогуляемся с вами. Если будет время. Не знаю, где там переходить. Но, думаю, где-нибудь да будет переход. Трамвай. Ходит по ентим путям. Это не поезда. Алка-нарка, как уговорит, лечиться. Наверное, в каждом городе есть и такие вот улочки. Хотя, может быть, даже и до военной постройки. Я не знаю. Интересно было бы узнать. Балкончики такие, видите, наравне со старым какие-то пристроенные, модные есть. Не, не я один в шортах и в футболке хожу. Уже не так. Как-то так. Чуть-то спокойнее стало. Вон на противоположной стороне. А, вон там уже сквер этот, блин. А как к нему попасть? Вон там переход есть. Дальше. Ну, пальчик. Апельсин. Сеть продуктовых магазинов. Кофе с собой. Анмека. Что это такое? Или это П такое? Апмека. Ну, что-то такое непонятное. Такого добра у нас в Азербайской полно. Частично даже в нашем магазине есть. Тут, понятно, аптека. Вот здесь вот есть тропинка. Дворики зеленые-зеленые. Прям зелени. Очень много. На улице Захарова. Трамвайчик. Здесь, не ошибаюсь, чешского производства. Такие, я еще помню, в Грозном были. Прямоугольные такие. И вот потом появляться стали вот такого формата. О, вон тропинка, пойдем. Много раз здесь проезжали. Но я один раз бывал в сквере, бывал в этом. Так вот в центре озера, ой, в центре озера. В центре города такое озеро. Или пруд. Там, походу, еще и рыбу ловят. Гусей полно. Там у них прям нехило так. Мужик рыбу ловит. В пруду. В городском. Утки. Гуси. Где они тут плавают? Тут вроде мелко так. А, нет. Это зеленая такая тина такая. О, понятно. Поэтому такое ощущение, что как будто бы дно видно. А, нет. На самом деле, возможно, тут глубоко. Смотрите, сколько гусей в центре города живет. Это те гуси, которые Рим спасли. Нормально. Они чуть не чейные. Рядом с гусями утки пасутся. И голуби. Что, пойдем туда посмотрим, что там? Там гусей есть целый этот. Табун. Что, нормально? С яблоками они очень даже добрые. Кормить птиц хлебом запрещено. Да, я заметил, думаю, как что они тут. Есть в Графском парке зеленый пруд. Купаться запрещено. 100 метров вправо, 100 метров влево. Закон Краснодарского края, если что, учтите. Сразу в тюрьму. Юлки краснодарские. Тоже цветут, смотрите. Здесь вот ряд киосочков всяких разных. Веселые шарики. Убирается в парке. Вон, видите, мусор вывозит. Там какие-то колонны. Сейчас поднимемся туда тоже. Блин, тут нет тропинки, да? Хотел подойти поближе. Вот я к вам показать. Анжелика где-то уже потерялась. Кого-то тоже там снимает. Вот, смотрите. У них там домик на острове. В прямом смысле этого слова. Там, наверное, живут эти гуси-утки. Мельничка какая-то. Рядом трасса, по которой я, блин, часто-часто езжу. И такой большой, красивый зеленый парк. По газонам не ходить. Вот эти беленькие колонны. Я не знаю, куда идти. У меня глаза разбегаются. Хотится по вот этим вот прогуляться местам. И колонны вам показать. Обратите внимание, продуманные ступенечки есть. И не ступенечки тоже есть. Чтоб колясками мамашки гуляли. Очень красиво все зеленое. Солнца не хватает, только солнца. Пойдемте посмотрим, что там. Там какая-то вот розовая аллея. Кто-то ходит, уже снимает. Судя по всему, там еще гулять да гулять. Вглубь можно пройти. Есть фонтаны. Сейчас я вам покажу. Это парк имени Горького. Видите? Теперь мы знаем, что это такое. Парк Горького. И группа такая была в свое время, помните? Ну и уника. Розы цветут фикусы, всякие деревья. Я имею ввиду с фасолью. Фонтанчик. Анжелика меня уже потеряла, наверное. Я ушел. Какая-то композиция закрытая. Что-то там на ней написано. Или то, что охраняется, либо то, что не залазь после ремонта. Приходи. Проход запрещен. Работы. Там тоже что-то шуршит. А, там тоже фонтаны. Там целая аллея фонтанов. Но я уже не пойду туда, так как она точно потеряется. Смотрите, как сверху красиво видно. Нет, чудесный парк, я вам скажу. Парк в прямом смысле этого слова. Для прогулок по свежему воздуху. Не качельки-карусельки. А просто гуляешь. Большой и красивый. Вот так вот живут люди в городе Краснодар. Нашей краевой столицы. Что-то мне такое навеяло. Знаете, фильмы, фильмы, фильмы таких вот довоенного периода вот такого почему-то. Ну, я имею в виду про-довоенный период. Я не знаю почему. Как раз где-то 41-й, 40-й год. В парках играют оркестры. Гуси, лебеди. Ну, разве что сегодня только людей поменьше, да и все. Утро, да еще и дождик. Ну, а мы с вами вернулись к тому месту, по которому только что гулял. Вот такой вот чудесный, красивый. О, прям смотрите. У животного, похожего на льва. Или тигра. Или непонятного происхождения. Водичка. Из пасти. Тут можно и подкрепиться. Вкусно, львы. Славится и всякое такое. Что-то с чем-то. А я потерял Анжелику. А, и тут же ее нашел. Она там фоткает на свой телефон все подряд. Говорю, открывай канал. Шучу, конечно. Двух блогеров семья не выдержит. Увы, к сожалению, не могу выйти в эфир. Пробовал сегодня в Краснодар. Думаю, может быть. Может быть, Лазарска не тянет. А в Краснодаре будет хорошо. Нет, не получилось. Всем доброго дня. Всем пока. Из нашей краевой столицы. Чудесного зеленого города Краснодар. Жаль, что сегодня он не солнечный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова